Здравствуйте, друзья! Итак, в эфире бизнес-класс на Финам.ФМ. Ежедневная информационно-аналитическая программа про бизнес, про предпринимательство, про то, как сделать деньги в России, сделать их с удовольствием и желательно легально. Сегодняшняя тема довольно специфическая – это коммерческое кино в России. Можно ли сделать деньги на кино? Я думаю, что, в принципе, есть компании, которые доказывают, что это сделать можно. Сегодня будем обсуждать вообще весь процесс, как это происходит и что нужно для того, чтобы сделать деньги на кино. Мне будет помогать Георгий Малков, генеральный продюсер компании Enjoy Movies. Это компания, которая довольно сильно росла за последний год, насколько я представляю, и которая оказала достаточно сильное влияние на кинорынок сегодня. Георгий, добрый вечер! Добрый вечер! Я все правильно говорю. Расскажите немножко о себе, вот Enjoy Movies, что это такое? Это компания, которая существует второй год. Ну, там люди, которые основали, я и мои партнеры в кино уже, в общем, достаточно давно. Но вот как бы как самостоятельное образование существуем с ноября 2010 года. Честно сказать, я вот как обыватель не знаю компанию Enjoy Movies. Вы скажите просто, какие фильмы вы сняли, чтобы понимать вообще, о чем вы говорите? Ну, это фильм, который не ходит в кино, наверное, на русское кино. Мы это выяснили до эфира, что вы такой несистемно ходящий на русское кино зритель. Несистемно однозначно ходящий, не на каждый фильм, естественно, я хожу, но хожу все-таки. Да-да-да, а те, кто ходит достаточно регулярно, думаю, уже понимают, что такое Enjoy Movies. В этом году у нас было 4 фильма, уже вышло в прокат. Первым был фильм, выходивший к 8 марта «Мамы». Следом за ним на весенние каникулы был тот еще «Карлсон». Чуть позже на «Майске» была комедия «Няньки». И вот сейчас, только что в сентябре, вышел «Мужчина с гарантией». Все эти фильмы вошли в топ-10 российских фильмов этого года по сборам. И самое главное, что помимо того, что они собрали денег, они еще и оказались рентабельны. То есть и нам, как продюсерам, и инвесторам, которые вложили деньги, они принесли доход. Отлично. То есть вы люди, которые могут делать деньги из кино. Да, наверное, это вопрос. Норма рентабельности, если сравнивать с другими категориями бизнеса, не самая высокая. А какая норма рентабельности, кстати, раз уж мы заговорили об этом? Ну, как бы, находясь в таком непредсказуемом рынке, к сожалению, мы всегда... То есть, в общем-то, просчеты, которые мы делаем в своих бизнес-планах, они, честно говоря, мы обращаемся к некой интуиции, к предыдущему опыту подобных картин, в которых мы понимали, что было такое-то кино, но там не дожали вот эту составляющую. Например, сценарий был смешной, там, как бы, место было выбрано, тема была интересная, но не хватило, например, там, звездных актеров. Мы понимаем, что были бы там звезды, это кино бы собрало бы больше, да? Вот экстраполируя... Такая норма, примерно. Хотя бы примерно. Сейчас закончу просто. И поэтому мы всегда в своих бизнес-планах руководствуемся достаточно консервативными сборами и доходами. И, ну, здесь есть вещь такая, если считать от всех денег, которые придется инвестировать в процесс, то это будет одно, но мы находимся в ситуации, когда то кино, которое мы делаем, оно интересно потенциально и кинотеатрам, и кинопрокатчикам. Ну, то есть кинопрокатчик – это компания, которая берет фильм у продюсера и дальше договаривается с кинотеатром о том, что оно его прокатает. Но помимо этого кинопрокатчик еще может выполнять функцию расходов, взять на себя функцию инвестора с расходами, связанными с рекламой и выпуском кинопроката. Так вот, мы своему инвестору даем возможность вложиться только в производство и не вкладываться в рекламу. А это часто суммы одинаковые, а может быть даже иногда в рекламу может быть потрачено больше, чем в производство. Так вот, если считать от инвестиций, которые связаны только с производством, рентабельность будет выше, но при этом немножко не так. То есть рентабельность от этого не поменяется, потому что вложенные деньги на продвижение они все равно попадут в расходы. Но просто на вложенные деньги, те, которые вложены в производство, они могут составить, словом, миллион вложили в производство, еще миллион в рекламу. Но для инвестора все стоило один миллион. Так, да, и вот на эти деньги, да, с какой выхлоп можно получить? Ну, то есть, условно говоря, от производственных, от того, что вложено в производство, можно консервативно, это там 50%. Это такая вот, что называется, медиана по отрасли, правильно я понимаю? Нет, конечно. Или это ваше? Нет, это история связанная с теми фильмами, которые в итоге заработали. Вашими фильмами? Ну, в том числе нашими. Это ваш опыт? Это наш опыт и опыт тех, у кого это тоже случается. Это не системное действие. То есть, есть такая поражающее воображение статистика, что из 1050 фильмов, вышедших в прокат в новейшей истории российских, заработали, как коммерческий проект, порядка 60. То есть, меньше, чем... Местоверная, но пропорция абсолютно... Примерно около трети, правильно? Как это? 1050 и 60. Это в районе 6%. 6%, да. Немного, прямо так, скажем. А что на Западе происходит с этим? Вот у нас рулевая модель-то, как правило, более развитые страны. И что там с ними? У нас наша, в данном случае, ролевая модель, у нас может быть, к сожалению, не голливудская, а только европейских стран, которые точно так же, там, в общем, не защищены серьезно от голливудского контента, от голливудских фильмов, да. Ну, то есть, как-то, какие-то есть механизмы в той же Франции, но в целом это эти рынки, на которых голливудское кино доступно в том объеме, в котором хотел бы там производитель этого кино. Вот, скорее, вот там ролевая модель. Там ситуация иная, там в той же Франции или Германии, там отечественное, ну, в смысле, локальное кино более, дает лучший показатель сборов, и все-таки это связано с тем, что там устоявшаяся киноиндустрия, как и в кинопрокатной индустрии, как и в Америке, как и в Европе, связано с тем, что туда входят в кино и взрослые люди. Мы, к сожалению, в России потеряли там людей старших для кинопоказов, для кинопоходов. Они сейчас вообще практически не рассматривают возможность пойти в кинотеатр, ну, там, за редким исключением, когда это включается какая-нибудь тотальная машина пропаганды какого-нибудь канала, и людей просто там вытаскивают. А есть какая-то статистика, вот сколько по возрастной категории какие? Кто ходит в кино вообще? Ну, традиционное ядро там всеми, как бы, признанно, называется там типа 15-23. 15-23 это ядро. Да, да, да. Вот, понятно, что ближе, как бы, к центру Москвы там возрастные рамки, верхние планки поднимаются, вот, потому что здесь там больше людей, взрослых ходят в кино, да, там в регионах. Это статистика как раз ближе к этому, как раз диапазон. Хорошо, ну, давайте вот просто, чтобы процесс был понятен нашим слушателям, что нужно для того, чтобы заработать на кино? Нужно кино это произвести, первое, да? Кто производит кино? Наверное, даже не так. Нужно сначала понять, какое кино нужно произвести. Произвести кино – дело не хитрое. Тут желающие… Сначала нужно инвестировать, ну, вот как в девелоперский проект, например, да, похоже, да? То есть нужно сначала найти, понять, задумать сам проект, потом найти деньги на него, да, потом произвести. Да. Потом его распространять и продавать, там, конечный потребитель. Ну, все не потом. Все, в общем, достаточно параллельно происходит. Например, ну, там, из нашего уже опыта, условно говоря, находясь в стадии разработки, там, проекта, уже имея сценарий, на этот сценарий уже имея актеров, у нас параллельный процесс идет. Еще мы даже не начали снимать кино, у нас уже есть железно подтвержденный кастинг актеров, то есть те, которые уже точно снимаются. И в этот момент мы берем и инвестиции под это, и в этот же момент мы уже совершаем предпродажи на еще не созданное кино, но всем уже понятно, что это будет, ну, там, такого-то жанра с такими-то актерами, и уже практически одновременно мы можем уже понимать, что нам, наверное, не надо все деньги на производство брать у инвестора, а часть денег мы уже за счет того, что нам люди внесут аванс, желая получить наше кино, например, для телевизионных продаж или для интернет-продаж или для DVD-продаж, уже получить деньги вперед. Да, но я просто пытаюсь это разложить, что называется, вот кубиками такими. И это уже является частью маркетинга, потому что это B2B... Каков процесс? Вот если брать вот классический процесс создания кино и продажи его, то есть что у нас... Смотрите, если мы говорим про бизнес-процесс, все-таки мы здесь находимся, да, вот тогда самое... Вот это то, что я рассказывал, это и является, вообще честно говоря, ролевой моделью, потому что это классическая форма, по которой сейчас работают независимые кинопродюсеры в Америке. Независимые это те, которые не большие студии типа Warner Brothers или Paramount, а независимые, которые как бы существуют вне этих больших бизнес-структур. Там именно так все и строится. Сначала ты каким-то образом, это минимальная инвестиция, которая требуется от тебя, это найти сценарий, да, там... Ну, в Америке, наверное, это более дорогое действие, там, и связано с расходами, там, больше 100 тысяч долларов на то, чтобы там разработать сценарий. То есть есть как бы кинопродюсер, то есть это компания, да, она называется компания-кинопродюсер. Ну, продюсерская компания, да. Которая, соответственно, задумывает вот это все. Правильно, да, понимая, вот они посмотрели рынок, увидели там успех двух-трех фильмов, и момент, вот сейчас вот такое кино сделать, быстро успеть, мы на волне этого тренда. И вы как раз продюсер. Да. Так, дальше, после этого это надо снять. Нет, это сначала надо написать. Так или иначе, сценарий все равно остается... Это делает продюсер? Нет, конечно, сам мы сценарий не пишем. Мне имеется в виду, что продюсер ищет тех, кто напишет этот сценарий. То есть, называется, брифует авторов, которые говорят о том, чего бы хотелось получить, что за идея, в чем ее суть, а дальше сценарист должен написать это. Хорошо, продолжим разбирать процесс кинопроизводства и продажи кино через буквально две минуты после новостей. 17 часов 17 минут, в эфире радио Финам ФМ Бизнес Класс. У меня в гостях Георгий Малков, Малков, прошу прощения, генеральный продюсер компании Enjoy Movies. Говорим мы о коммерческом кино в России, ну и Георгий, в общем-то, явно представляет себе, что такое коммерческое кино. Пять картин вышло в прокат, последних, и все они были коммерчески успешными. Ну, из того, что вот я могу отметить, это тот еще Карлсон, который вот недавно как раз было много информации. Какие-то еще вот, а кстати говоря, какой самый удачный фильм Георгий, на ваш взгляд, самый популярный, самый денежный? Ну, наверное так, из того, что мы делали, был фильм «Мамы», который прошел в марте, ну он прошел там чуть-чуть, наверное, ниже наших ожиданий по сборам, но случилось другое, более важное действие, у него был очень положительный сарафан, там 90% отзывов в сети были связаны там с восхищением, восторгом и там с формулировками «лучшее российское кино» или там все, начинали все реценции так, я обычно на русское кино не хожу. Ага, понятно. И так, да. То есть «Мама», да? То есть «Мама» это сейчас то, чем вы гордитесь. То, чем мы гордимся, и то, что позволило нам, в общем, нас, понимая, что это, в общем, как бы, даже появились там, как бы, такие запросы в интернете, вот бы сделали продолжение, и, в общем, мы его сделали, и на Новый год будет выходить вторая часть «С Новым годом, мамы», в которой мы, в общем, продолжаем всю ту же линию, в общем, как бы, истории. Да, предлагаю, во-первых, нашим слушателям звонить в прямой эфир, если есть что сказать или, может быть, какой-то вопрос хотите задать. 495, код города, сам телефон 651099, и 6, ну, собственно, как и частота радио, очень просто запомнить. То есть, также можете написать на сайт «Финам.фм», интерактивная коммуникация, там же можно посмотреть, что происходит в студии. Итак, продолжаем раскладывать на составляющий процесс съемки и продажи кино. То есть, насколько я понимаю, есть продюсер, да, к чему мы уже пришли, компания, которая планирует, которая как-то, вот, как девелопер тоже вот инвестирует даже зачастую, или привлекает инвесторов, компания, которая, ну, грубо говоря, что называется, задает направление. Дальше есть, как вы сказали... Нет, она, собственно, доведет эту идею до воплощения. То есть, она превратит идею в конечный продукт, который называется кино. И, соответственно, основной бенефициаром, она, как бы, прибылей, которые кино это принесет, если она принесет, конечно, она и будет являться... И, по ходу, дело на этом фильме заработает еще много других людей. Так, кто еще? Итак, значит, первым заработают сценаристы, которым закажет продюсер-разработку идеи. Это независимые люди, они не работают у вас в штате. Чаще всего нет, чаще всего нет. Но бывает по-разному, некоторые держат внутри сценаристов. Ну, допустим, да, нашли сценарист, он написал, это был первый, кто заработал до того, как заработали мы. Дальше нужно под сценарий набрать актеров, которые интересны кинозрителю, которые вытащат зрителей своих мягких домашних кресел в не всегда удобные кресла кинотеатров. Соответственно, с ними, если им сценарий нравится, мы подписываем предварительное соглашение, и, собственно, аванс им это является вторая, как бы, это те вторые люди, кто зарабатывает. То есть, они еще не начали даже сниматься, но вы уже авансировали, им они уже заработали. Если мы обычно связываем наши фильмы, это звезды, мы, как бы, в общем, всегда сделаем ставку на людей, имеющих интерес, в смысле, на людей, которым есть интерес со стороны киноаудитории, то да, они, в общем, как бы люди на разрыв, и поэтому для того, чтобы договориться с ними, нужны какие-то финансовые подтверждения, это, в общем, опять же... Хорошо, да, кто еще? Дальше после этого нанимается, собственно, должна наняться группа, но предварительно нужно найти деньги. Соответственно, дальше либо привлекается инвестор, которому показывается сценарий, которому показывается утвержденный актер, и ориентированный, ну, не ориентированный, а точно лимит затрат, выше которого фильм стоить не будет, и бизнес-план, по которому рисуются те доходы, и в какой период времени они будут получены по фильму. Если, ну, как бы, в нашем случае уже проще всю эту историю проходить, потому что у нас есть некий бэкграунд, вот, ну, в начале, понятно, все было немножко по-другому, но так или иначе, деньги найдены, соответственно, следующие расходы связаны с производством фильма, и это там, так или иначе, по-разному бывает, либо кто-то нанимает готовую продакшн-компанию, которая выполняет для тебя функцию производства, да, либо сами продюсер формирует группу. А вы делаете по второму сценарию, то есть вы сами продакшн делаете? Да, просто это более управляемая ситуация, да. Ну, теоретически, может быть, это и внешний какой-то элемент. Да, да, да. Окей, то есть продакшн еще, да? Да, вот, в этот момент уже нормальный продюсер занимается тем, что думает, как же это кино дальше доводить до зрителя, то есть думает про маркетинг. В этот момент он начинает снимать постеры, которые должны будут быть интересны конечному зрителю и готовить по мере появления материала, видео, какой-то трейлер. Это B2C-коммуникацию он готовит. Параллельно он делает B2B-коммуникацию. Это представляет свой будущий фильм на кинорынках. Такие мероприятия проходят четыре раза в год, где собираются кинотеатры и смотрят, как строятся репертуарные планы на ближайший квартал. Помогает в этом, соответственно, продюсеру, он не сам занимается развозкой копий по кинотеатрам, дистрибьютор, это кинопрокатчик. Ага, вот еще, можно сказать, второй или третий элемент, да? Второй важный элемент для продюсера в плане доведения кино до зрителя, это кинопрокатчик, который, если он, ну, это все, ну, как бы структура или люди, которые на этом рынке давно, и поэтому они все понимают про потенциал к фильму. И когда ты ему приходишь уже с каким-то рабочим материалом, он уже понимает, что да, это кино будет интересным кинотеатру зрителю, он на этом заработает. И поэтому в этом случае он чаще всего может выступить вторым инвестором, инвестируя уже не в производство кино, а в расходы, связанные с тем, чтобы фильм прорекламировать, напечатать пленки и развести, ну, или там цифровые копии, развести это все по кинотеатрам. То есть он как бы, как это происходит, то есть он берет на себя риск, что фильм не продастся, либо у него рисков нет, он просто как бы... Ну, у него рисков практически нет, потому что он, опять же, ну, у него есть экспертиза, он так, в общем, он с той же стороны, что и, как бы, продюсер, он все понимает про бизнес, он понимает, что... И да, и самое главное, что все деньги, которые он начнет собирать в кинотеатрах, в первую очередь он погасит свои инвестиции, в первую очередь, он закроет свои расходы, связанные с рекламой. Потом он начнет уже, заберет свою комиссию, и только после этого он начнет переводить деньги продюсеру от кинотеатра. Из этих денег оставшихся, которые... А, вот так? Странно. То есть деньги он забирает, риски он не несет? Почему? Нет, он унес риски. Это не несет риски? Нет, ну, нет. Ну, как? Думаю, что нормальный прокатчик не несет, потому что он не даст денег на рекламу фильма, который... Драмотные прокатчики рисков практически не несут. Да. Хорошо. То есть если фильм в зоне рисков, он просто не даст на него денег на рекламу, а дальше у него других рисков нет. Кто у нас самые известные прокатчики в России? Ну, там, наш стратегический партнер – это компания «Каро Прокат». Ну, там, как бы, они же... «Каро Премьер» – это занимается прокатом пакета американской компании Warner Brothers, и параллельно они занимаются прокатом российских и независимых фильмов, которые они могут прокатывать. Вот, значит, «Каро», «Каро Прокат», «Каро Премьер». Да, есть еще «Наша кино» компания, есть компания «Центровый партнершип», ну, соответственно, и есть мейджоры, который как «Центровый партнершип», который как раз и представляет одного из мейджоров, это Paramount, есть мейджоры, которые американские студии, которые здесь уже имеют свои представительства. Это Сони Дисней, Буэна Виста, это Фокс, и, собственно, наверное, из таких самых больших... Ну, есть еще независимые прокатчики топ-фильм «Дистрибьюшн» «Парадис», ну, в общем, как бы, вот, наверное, вся основная восьмерка там. Хорошо, так, кинопрокатчики договариваются с последним звеном, это, наверное, логично является кинотеатр, который, собственно, осуществляет розницу, то есть продается розницу билеты. Да, при этом очень такая, выглядящая изначально, когда каким-то людям из другого бизнеса рассказываешь, они говорят, что это за кошмар такой. Суть в том, что, как бы, от стоимости билета половину остается кинотеатром. То есть билет стоит 100 рублей, условно, 50 остается кинотеатром. Почему? В книжном бизнесе очень похожая история, там очень много забирают именно в магазин и распространительные дистрибуты. Вот, соответственно, 100 рублей 50 оставил себе кинотеатр, 50 он перевел прокатчику, прокатчик оттуда забрал расходы, связанные с рекламой, свою комиссию, после этого... Сколько примерно? Ну, зависит от отношений с прокатчиком, ну, как бы, один ли у тебя фильм или пакет, вкладывает он свои деньги в рекламу или нет, ну, в общем, от 12 до 15 процентов. 12, а 15 рублей забирает... 15 процентов, нет, нет, 12-15 процентов от доли... От 50. От 50, да. То есть он забирает там 6, 7, ну, в смысле, пардон, да. Ну, где-то 7,5-6 процентов. Нет, рублей. Рублей, да, соответственно. 7,5-6 рублей забирает, соответственно, прокатчик. Да, вот... Да, и остальные, остальные, сколько там, остальные там 43... Остаются на то, чтобы закрыть расходы, связанные с выпуском фильмов, прокат, с производством, и еще попытаться заработать. Но здесь просто есть еще те категории прав, то есть кинопрокатное кино призвано зарабатывать основные деньги, конечно, в кинопрокате, но есть еще прочие составляющие доходов, это телевизионные продажи, интернет-продажи, DVD-продажи, есть еще большой кусок проката, связанного с Украиной, Белоруссией, Казахстаном. Вот, в общем, ну, как бы, вот это все те основные категории прав. Хорошо, еще вернемся как раз к каналам распространения, как это можно делать. Но я предлагаю немножко вот в целом поговорить про киноиндустрию. Вот смотрите, есть общепризнанные центры кинопроизводства. Это Голливуд, ну и сейчас, я думаю, еще Болливуд. Может быть, я что-то еще не знаю, но вот у меня на сухом... Китай очень много производят. Вот, два таких центра, вот, болливудские фильмы, индусы, поют они, но, тем не менее, они производят, по-моему, очень много фильмов, потому что мы не все из них... Для своего рынка, да, для своего рынка. А у китайцев что, у них есть какой-то такой центр, как он называется? Не знаю, честно говоря, как он называется. Неизвестно, настолько закрытые китайцы, что даже неизвестно. Не-не, они как раз наоборот сейчас не закрытые, сейчас очень главное стратегическое направление всех американцев, это, так как в Китае до сих пор распространено квотирование фильмов, и там, условно, какое-то количество, типа, 25-30 фильмов может быть выпущено на прокат не китайских, они сейчас, ну, как бы, действуют тем, что они пытаются создавать на территории Китая какое-то совместное производство, привозить туда американских актеров, снимать то кино, которое, в принципе, уже будет считаться международным, и получать и кинопрокат Китая, таким образом, и кинопрокат у себя в Америке. Но, на самом деле, все стратегические интересы Голливуда сейчас связаны с Китаем, потому что огромное население, в котором рынок сейчас только растет кинопрокат. На Болливуд они не покушаются на Индию, да? То есть считают его сильным игроком, и поэтому туда не лезут. По каким причинам, не знаю, но, видимо, это связано с тем, что Китай, у него нет сформированного такого привязанности к своему кино, как в Индии, потому что там, ну, то есть, видимо, есть аналитика, которая пока так, так как тот же там Титаник 3D, который был перевыпущен сейчас в Китае, собрал какие-то сумасшедшие деньги, и прочие, там, американские фильмы показали очень крутые результаты, а в Индии ничего такого не происходило. Видимо, потому что там, наверное, не пели и не плясали в должной степени. Ну, да. То есть, ну, вот есть как бы вещь, соответственно, которая позволяет американцам, ну, китайский рынок воспринимать, как более перспективный, чем индийский. Возможно, есть еще какая-то подоплека, я просто пока так далеко не... Вот просто интересно, на самом деле. У нас считается, что, ну, вот, по крайней мере, за 9 месяцев этого года зрители России потратили на билет в кино 30 миллиардов рублей. То есть, в общем, рынок такой вот за 9 месяцев 1 миллиард долларов, по сути. Интересно поговорить о Штатах вообще, какой рынок, то есть, какие там цифры? Интересно... Сейчас не вспомню, но понятно, что это на порядок выше. Ага, хорошо, расскажу про книжный бизнес. Недавно как раз тоже у нас была программа по книжному бизнесу. Там цифры, конечно, очень разнятся. Вот интересно, здесь так ли это или нет. В смысле между российскими моментами? Да, но после новостей расскажу более поподробнее. Итак, 17.31 минута в Москве. У нас бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем коммерческое кино в России. Обсуждаем с Георгием Малковым, генеральным продюсером компании Enjoy Movies. Enjoy Movies – компания, которая сняла 5... За последнее время 5 картин. С момента его основания в декабре-ноябре 2010-го. И все они были коммерчески успешные. То есть мы как раз сейчас обсуждаем, можно ли зарабатывать деньги на кино. Выяснили, что есть три составляющих. Основных – это продюсер, это кинопрокатчик и есть, собственно, кинотеатр, который уже осуществляет розничные продажи. У нас работает телефон прямого эфира. 495, код города 65 10 996 или 996. То есть, собственно, частота радио Финам.ФМ. Итак, продолжаем разговоры, обсуждаем кинобизнес в России, кинобизнес не в России. Как раз я провел аналогию с книжным бизнесом. Там 2 миллиарда объем рынка в России, книжного бизнеса. Но в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, при том же количестве населения, ну, примерно у нас одинаковое количество населения, там 30 миллиардов. По книгам. Вот в кино тоже наверняка похожая пропорция. В кино я думаю, что пропорция где-то даже побольше. Я думаю, что там раз в 30 побольше рынок американский, чем наш. Из-за чего? Из-за того, что сборы у них больше, дороже? Нет, нет, нет. Билеты в среднем практически незначительно отличаются. Ну, то есть, не позволяющие из-за этого. Это, а, отсутствие достаточного количества кинотеатров. Там, условно говоря, сейчас раз в 15 больше экранов в Америке, чем у нас. Экранов, не кинотеатров, да. И второе, то, что в кино в Америке ходят все, от мала до велика. И поэтому там шанс собрать, имеют практически, ну, предпосылки собрать имеют все фильмы. И криминальные драмы про 20-е годы, и семейные мультики, и авторское кино. А у нас, к сожалению, в кинотеатре в основном сформировалось... То есть, это кино в первую очередь рассчитано на тех, кто там... Когда начал возрождаться российский кинопрокат в начале 2000-х, вот та аудитория молодая, которая начала ходить, она вот как бы и есть тем системным посетителем кинотеатров. Все остальные ходят от случая к случаю, и эти случаи могут... Между этими случаями может быть перерыв полгода, а то и в год. И поэтому выстраивать свою бизнес-модель, рассчитывая на вот эту несистемную аудиторию, это опасно. Поэтому в первую очередь, как бы, рациональный продюсер делает кино ориентированное на вот того зрителя молодого, который ходит в кино. И при этом еще, конечно, нерешенная проблема пиратства, позволяющая всем, как бы, ленивым увидеть кино там через 5-6 дней, пусть в плохом качестве, но не выходя из дома, что тоже в Америке позволяет... Мне вот так кажется, как потребителю того, что сейчас есть в кино и западного кино, и российского кино, что есть два таких, две таких категории основных. Это кино такое, ну, для широкого потребителя, скажем так, оно простое, это, как правило, какие-то комедии, либо сериалы. Сериалы, давайте не будем, это нужно про кинотеатры говорить, мы сейчас про кинотеатры говорим. Да, и кино, ну, условно говоря, не для всех, то есть такое что-то, что-то вроде арт-хауса, оно, в принципе, классное, все признают, что оно классное, но такого огромного количества потребителей, как вот кино для всех, оно не собирает. И правильно ли сказать... Нет, это такая очень грубая градация у вас. Очень грубая. Давайте, Георгий, скажите свою, просто, чтобы... Я просто не профессионал в кинобизнесе. Просто сейчас, ну, основные деньги, понятно, что в России такого кино пока никто не производит, но кино, которое собирает самые колоссальные деньги по миру, это такие фильмы-аттракционы. Это всевозможные «Пираты Карибского моря», «Шреки» и так далее. Это семейное кино, рассчитанное на семейный поход, в котором там и детям, и взрослым будет, в общем, ну, как бы интересно, детям интересно, взрослым не скучно, а, может быть, тоже интересно. Вот, это первое, что собирает деньги. Комедия – это как раз история, ну, сопряженная, безусловно, всегда с рентабельностью, потому что, ну, это, во-первых, не самое дорогое в производстве. Если ты угадал с темой и, там, получился хороший сценарий персонажа, то, в общем, это тоже всегда рентабельно. Особенно это хорошо для, в смысле, одна из самых, скажем так, благоприятных историй для локального продюсера, когда вот в России или во Франции рассуждаешь о том, с чего бы начать, ну, как бы начать свою деятельность кино, то, в первую очередь, нужно, ну, на своих радарах искать, в первую очередь, комедию, потому что это то, с чем можно конкурировать с голливудской продукцией. Потому что голливудская комедия все равно так или иначе будет тебе чужда, потому что она не учитывает ментальные особенности той страны, в которой она произведена. Поэтому комедия – это такой самый предпочтительный жанр. Дальше, конечно, есть разные варианты, но вот мы пока идем в этой стезе, там, комедия романтическая, комедия семейная, ну, там, «Мамы на стыке» – это все-таки, как бы, скажем так, это не комедия, это мелодрама, но там все равно есть какие-то элементы ментальные. Георгий, ну, вы согласны, что качественное кино, как правило, не собирает такой большой популярности, как что-то ориентированное, скажем так, ну, на всех? Категория качества, в данном случае, что такое качественное? Качественное для меня, в данном случае, это качественно исполненное в плане визуальных эффектов. Если вы качественное по содержанию, то… Ну, есть такое понятие, как вот «мыльная опера», там, сериалы, почему они настолько популярны? Потому что, ну, они вот как-то вот, как, знаете, как «Макдональдс» такой, по сути. Нет, смотрите, все очень, на самом деле, нельзя же игнорировать глобальных изменений, которые происходят вокруг. То есть я в последнее время, ну, как бы, в таких вопросах всегда говорю одну очень, ну, такую понятную вещь, что мы, вот поколение, которое, в общем, говорит про нарратив, то есть нам важнее история. А молодое поколение, которое все привыкло работать с визуальными вещами, типа iPad, компьютеры и так далее, для них важно visual. Им история вторична уже. То есть когда мы говорим, вот это кино, вот качественно, вы говорите, качественно, и вы говорите именно про нарратив, про то, что там история, то в этот момент вас человек молодой не понимает, как это. Для него качество – это когда визуально очень красивая история. В этом, как бы, разрыв поколений. Сейчас говорить о том, что качественно – это когда про историю, не совсем верно. Потому что глобальные изменения уже идут такие. Люди уже не мыслят по-другому вообще. Молодое поколение уже мыслит по-другому. Хорошо. Интересно. Мы подключаем Романа Каримова. Роман Каримов – режиссер. Автосценарий нескольких, на мой взгляд, интересных фильмов. Ну, по крайней мере, один я смотрел. «Неадекватные люди». Также есть фильм «В дребезге». Роман, добрый вечер. Вы на линии? Здравствуйте. Вы нас уже некоторое время слушаете. Вот тот разговор, который у нас есть, что-то можете добавить? Согласны ли вы с Георгием, что есть некий нарратив, а есть некое визуальное большее восприятие, которое, собственно, определяет то, что сейчас популярно именно, что называется, визуальное кино, которое как-то эмоции как-то, видимо, затрагивает, такие вот очень базовые. Как вы считаете? Ну, я считаю, что, прежде всего, без нарратива, даже если визуальное зрелище как-то присутствует, оно не сможет просуществовать в успешном формате. То есть, если мы берем даже те же самых, я не знаю, трансформеров и прочее, то есть мы рассматривать можем третью часть как нечто визуально впечатляющее, но недостаточно содержательное по нарративу и прочее. Ну, то есть, в любом случае, кино является нарративом, и чисто экспериментальные, визуальные эксперименты, они, ну, не имеют бокс-офис-сакцесса, ну, то есть к успешным проектам не приводят. Тот же «Титаник», «Аватар» — это всегда какие-то, ну, замечательные истории, замечательные сценарии, прежде всего. Да, ну, в «Аватаре» есть сценарии. Ну, а в трактовке Георгия они достаточно, вот как это он назвал, мыльной оперы. Это саблонные, абсолютно, ну, как бы, простроенные, и, там, второй, или третий, или четвертый, или десятый раз повторенная история, что «Аватар», что «Титаник». Конечно, без нарратива нет, просто какого-то эксперимента с нарративом уже никто себе не позволяет. Все эксперименты в области визуальных эффектов. А нарратив берут железобетонные. В этом смысле и разница, наверное, концепции, то, которые поддерживаемся, собственно, я и Георгий, потому что я делаю более личные маленькие фильмы, какие-то, где я могу себе позволить использовать, ну, неизвестных артистов, где пробовать какие-то нешаблонные, так скажем, сюжетные ходы. Вот. И это, прежде всего, очень рискованно, как в смысле бизнеса, вот, так и в смысле творческом смысле тоже, потому что в целом аудитория может быть неподготовлена, тем более широкая аудитория. И в этом смысле здесь надо, ну, разграничивать действительно продюсерский подход к кино и режиссерский. Роман, а вы режиссер или вы еще и продюсер? Вот, скажите. Я продюсер на той стадии, на которой мне нужно оптимизировать мое производство, чтобы оно состоялось. То есть, грубо говоря, в связи с тем, что кино я делаю личное, и оно, ну, нельзя сфорганизировать, какие деньги оно принесет, поэтому мне приходится вписываться в очень жесткий съемочный график и в очень небольшие бюджетные деньги, вот. И в силу этого я начинаю становиться продюсером, поскольку мне надо подгонять команду, мне надо использовать, находить более дешевых, так скажем, специалистов. И в этом смысле, да, можно сказать... То есть, есть некий конфликт интереса, вот, режиссер и продюсер. Продюсер хочет заработать деньги, а режиссер хочет снять классное кино. Вот у вас, кстати говоря, интересно, по вашим фильмам они насколько коммерчески успешные, Роман? Ну, можно сказать, что в дребезге это нулевой вариант, ну, когда прибыль была покрыла расходы. А неадекватные были довольно успешными, поскольку там маржа получилась очень существенная из-за того, что бюджет был очень низкий. Бюджет был 100 тысяч долларов, в прокате мы заработали 700, плюс продажи на телевидении, тудым-сюдым, так что там прибыль довольно существенная была. По-моему, это второй самый прибыльный российский фильм 2011 года после мультфильма от как раз вот от названной компании «Наше кино». Роман, скажите, пожалуйста, как вы считаете, куда будет двигаться российское кино дальше? Какие тенденции вы видите, как режиссер и, наверное, как продюсер также? Ну, как бы не обидно это звучало, я думаю, что мы всегда во всем плетемся немножко позади западных стран, но очень быстро нагоняем. И в этом смысле, я думаю, придет то же самое, что сейчас вот уже люди, ну, к чему дошли там, это, ну, как везде, это начинают наблюдают какие-то форматы, которые ты уже видел, и, соответственно, все свежее, все интересное, оно будет постепенно приходить. И даже если, грубо говоря, мы считаем, что российское кино некачественное, и оно себя изживает в каких-то форматах, то новые форматы будут более востребованы зрителями, как сейчас, например, показывает фильм «Духлес», который очень успешно идет на российских экранах, при этом никто бы не, ну, за счет того, что фильм был, ну, снят по очень известной книге, никто не считал, что фильм состоится, и что он будет иметь успех, потому что до этого, как доказывает практика, вот как раз таки «Инджо и Мурис», были успешными очень именно комедии российские, а остальные жанры не были востребованы. Поэтому идет постепенное изменение, и на самом деле неадекватные люди, о которых вы сказали, и я не мог, например, предугадать, что они будут успешными, никто не мог предугадать, у нас рекламы не было, у нас ничего не было. То есть это такой случайный выстрел, на самом деле, который оказался в точку? Да, да, да. И для создателя это было таким же сюрпризом, как для всех остальных. Ну, собственно, такие прецеденты, они и формируют рынок, потому что пока он у нас еще не устоявшись. И понятно, что успех того же «Духлиса» сейчас даст оптимизм многим запускаться с такими проектами не комедийными, а такими, в общем. Надо сначала правильно внутри себя сформулировать, что же стало причиной успеха того же «Духлиса». И вот тут вот, ну, кто как на себя на этот вопрос ответит, такое кино он и решит по мотивам «Духлиса» запустить. Кто-то решит, что это успех Минаевского произведения, кто-то увидит в этом успех Дани Козловского, кто-то увидит тему успешного человека, который там мечется. Вот кто правильные предпосылки все-таки найдет, что же стало причиной, и повторит это, ну, вот это будет второй фильм, соответственно, из этого будут рождаться какие-то тренды, и у зрителя будут формироваться новые интересные темы для похода в кино. Хорошо, Роман, большое спасибо. С нами был Роман Каримов, режиссер автосценария фильмов «Неадекватные люди» и «В дребезге». Продолжаем разговор с Георгием. Ну, у нас, на самом деле, очень скоро грядут новости, но, тем не менее, вот по поводу «Духлиса». «Духлис» — это какой жанр? Это не комедия, да? Не комедия. Сказал, что это за жанр такой? Ну, вот, наверное, мы определять можем как угодно, но мы с вами, да? Важнее, интереснее, как определит этот жанр зритель. Вот я как-то затруднился, на самом деле, вот как раз вопрос зашел. Ну, если читать отзывы тех, кому это кино понравилось, а там очень большая доля юных девушек, то думаю, что они смотрели, в общем-то, для них. Это была по-своему такая мелодрама, где-то по-своему, ну, непонятно, что я сейчас немножко утрирую, но это такая почти красотка, да? Про некого человека успешного, который там при этом хочет что-то немножко другого, находит там девушку из другого социального слоя. Хорошо, окей, продолжим после новостей, новости на Финамо ФМ. 17 часов 46 минут, продолжаем обсуждать коммерческое кино в России, в студии у нас Георгий Молков, генеральный продюсер компании Enjoy Movies. Продолжаем разговор, собственно, мы уже выяснили, что есть три основных компонента в кинопроизводстве, возвращаясь к началу программы, продюсер, который, собственно, задумывает и весь проект контролирует с начала и до конца, есть прокатчик и есть кинотеатр. Кстати говоря, вот интересно, продюсер платит актерам и платит сценаристам. Из тех 43... Конечно, и режиссерам, и осветителям, и оператору, и так далее, и так далее. Вот интересно, как бы, вот та доля, которая на продюсера приходится, то есть те 43% от стоимости билета в кино, условно говоря, да? Да, да, да. Вот сколько идет актерам, например? Сколько идет сценаристам и какие самые такие основные статьи затратные? Не так, так трудно мне в процентах сейчас посчитать, особенно без калькулятора. Не-не-не, так. Это, нет, ну смотрите, я скорее так скажу, что в бюджете производства фильма, вот так, ну мне проще так будет ответить, что в бюджете производства фильма до трети может доходить гонорарная часть актеров. Если мы связываемся со звездой, да? То есть, условно говоря, если... 33% примерно, да? До 33%. Ну, условно, если там фильм стоит полтора миллиона долларов, то там, условно, до 500 тысяч это могут быть, ну все актеры как бы главные, второстепенные, там массовка, вот это как бы треть, это фактически люди в кадре. А как меряется производительность? То есть как, даже не столь производительность, а вот какие ключевые показатели есть у продюсера? Вот к чему стремится, как бы, вот сам процесс, как оптимизируется, то есть к чему, каким показателям стремится продюсер, чтобы быть, считать, что он успешен? Ой, узнаете. Только денежным или бы еще там, допустим, количество просмотров? У каждого свое. Как у вас? Не, у нас, ну как бы, максимальное приближение к параметрам заложен в бизнес-план и их превышение в идеале. Все. А что заложено, вот основные показатели какие? Ну как бы, доход. Только деньги. Ну, да. В конечном итоге только деньги. Ну как бы, здесь же очень простая зависимость. Не будет интереса зрителей, не будет денег. Не попал зрителя. Мы находимся в том, в той ситуации, в чем наше принципиальное отличие от телевизии, где человеку для того, чтобы посмотреть, нужно поднять руку с пульта и нажать кнопку. Не понравилось это, нажать другую, нажать третью. Тут надо встать, пойти в кинотеатр. А тут надо не только встать, пойти, заплатить. Если ты еще имеешь детей, то куда-то их пристроить, если ты захотел пойти там с женой там или... Это глобальная проблема, а еще которая может быть облегчена тем, что есть пиратка. Это вот, это все вот так вот сейчас. Вот это меня всегда умиляет как-то, что это все в итоге про деньги. Да. Но эти деньги... Конечно, все про деньги. У нас программа про деньги. Конечно, но просто вот эти деньги, это человек достает их из кармана и платит, а не там их таким-то образом ты качаешь из недр или в какой-нибудь коррупционной схеме получаешь. Тут люди должны принести эти деньги сами. Хорошо, вот инвестор, которого вы привлекаете, допустим, на первичном этапе планирования, сколько он может ожидать получить на свои 100 рублей? На свои 100 рублей? Нет, опять же, он ожидает не от своих 100 рублей вложенных, он ожидает возврат денег и какой-то процент от прибыли того, что принесет проект. Ну, если взять так, вот я, допустим, миллион долларов вкладываю, да, сколько я могу примерно ожидать? Просто, чтобы, ну, люди, которые наслужат, понимали вообще расклад. Зависит, зависит, но в случае... Какой диапазон тогда? Ну, хорошо, то есть, на самом деле, в нашей индустрии сейчас, если человек вообще в принципе возвращает деньги, это уже большое чудо. Да, в случае... Афтимистичного в случае. Да, в случае там, условно, нашем, ну, скажем так, где-то годовая доходность, вот мы там сейчас, по последним нашим проектам, те люди, которые вложили, там, 23-25% минимум. Сверху получили. После возврата денег. Интересно. Ну, у нас продолжает работа телефон прямого эфира, 495, код города, 651099.6, либо сайт Финам.ФМ, где вы можете прокомментировать, задать направление беседы или спросить моего гостя о чем-либо. Итак, у нас, как известно, 5 миллиардов выделяет государство каждый год на стимулирование развития кинобизнеса. Недавно Дмитрий Медведев сообщил, что, по крайней мере, из того, что я видел из тех новостей, он не очень доволен тем, как это все развивается, и поэтому даже рассматривает такую меру, как отмена льгот по НДС для кинотеатров. У нас кинотеатры сейчас не платят НДС в рамках, собственно, программы поощрения отечественного кино. По российским фильмам. По российским фильмам, ага. Вот эти 5 миллиардов до вас как-то доходят? До нас нет. А до кого они доходят? Есть там определенные компании, каким-то экспертным путем, определенные как лидеры, и вот им дают эти деньги. Вот известный Никита Михалков, да, такой вот. У него есть компания 3T. У него есть компания 3T, она входит в эту 7 компаний, которые получают эти дотации государственные. А определяется, кто будет получать дотации? Еще раз говорю, каким-то экспертным путем. Экспертным путем? Да. Вот. Есть там какой-то определенный набор критериев, по которому, вот, например, они их взяли в этот пул, а там нас пока не взяли. А вы хотите? Не знаю. А как вы считаете? Не знаю, на каких условиях это все происходит, поэтому. Вот недоволен Дмитрий Медведев развитием. А почему недоволен? И что нужно сделать, чтобы он был доволен? Такой вопрос. Ну, у нас есть, как бы, свое понимание, что нужно сделать, чтобы он был доволен. Ну, наверное, все-таки, наверное, основная задача была доволен, в первую очередь, зритель. Тогда будет доволен и президент. Ну, конечно, очевидно, это связано. Премьер-министр. Долей в кинопрокате русской. Ну, на мой взгляд, самое эффективное вложение в развитие кинематографа со стороны государства – это развитие сети кинотеатров. То есть, чтобы кинотеатры, нормальные современные кинотеатры были там и в маленьких городах, где как раз наиболее привлекательная, на мой взгляд, форма досуга поход в кинотеатры, которые там лишены зрителей и которые как раз вынуждены там либо качать, либо ездить в какой-то там ближайший областной или районный центр. То есть, вот эти вот миллиарды, если бы они были направлены на то, чтобы открывались новые кинотеатры, позволили бы, а, продюсерам, если бы они эффективно производили кино за счет развитой сети кинотеатров, получать больше доходов. Ну и вторая тема, которая решается, как мы видим на примере Китая, очень просто. Это запрещение, ну, как бы это, не запрещение, а как бы четкое перекрытие пиратства. И все, и вот эти две... А как вот четко перекрыть пиратство? Ну, очень просто. Две посадки людей, как бы конкретных, и все нормально. Которые снимают камеры в кинотеатре сидя? Которые, да. Снимают это... Важнее те, кто это выкидывает в интернет. Рутрекер, да? Рутрекер, ну, есть одиозный сайт ВКонтакте. Ага, ну да. То есть, вот именно ужесточение борьбы с... Не ужесточение, а конкретное пресечение. Ужесточение, это мы уже там проходим ужесточение. Конкретно на законодательном уровне признание это уголовно наказуемым действием. А не административно там каким-то. Понятно. Давайте немножко поговорим о каналах распространения. Вот, как бы, кинотеатры. Ну, неужели это единственный канал распространения? Есть же, например, там в Америке, я знаю, вот, продаются через iTunes, например, фильмы. Вот у меня, например, стоит Apple TV. Я могу там, допустим, за 5 долларов взять эту картину какую-то, которая мне понравилась, и посмотреть, допустим. Можете, сейчас есть определенные ресурсы, на которых можно в iPhone скачать все. Ну, это просто масштаб бизнеса другой. То есть, наши фильмы таким же образом дистрибутируются, но просто там, условно, получаем из этого за один фильм, там, тысячу долларов. Вот, за права на такой способ дистрибуции. Или там, да, есть еще вот интересный портал, IVI, например, да? Которого там вообще в фильме бесплатно, просто рекламу заставляют смотреть. Да, они покупают, платят какие-то деньги за права. Ну, коммерческая тайна сколько, но это посущественнее, чем вот эти скачки. Но все равно это несопоставимые пропорции деньги, которые приносят интернет-дистрибуции тем же американским правообладателям. Или DVD. Рынок DVD, который там еще, там, 3 года назад фильм с блокбастерным потенциалом, то есть российский, который, выйдя в прокат, там, собирал больше 10 миллионов долларов, мог быть продан, там, за миллион права на DVD. Сейчас это в лучшем случае, там, 150-200 тысяч долларов. Ну, DVD уже, мне кажется, как носитель уже и жил себя. Это здесь. В Америке все хорошо. А почему? Ну, Blu-ray, неважно. Я имею в виду, что физически носитель. Вся моя коллекция компакт-дисков, я ее давно уже все перевел на компьютер, и эти диски просто выкинул. Ну, окей, но... Теперь переношел информацию на флешках. Да, 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 это есть и такие люди. Но имеется в виду, что все равно это рынок легального, либо физический носитель, либо, там, интернет-скачка, не проблема. Вопрос в том, что есть вот эта цифровая дистрибуция. Здесь она уничижительно мала. То есть DVD-рынок упал, интернет-рынок не вырос, и в итоге и здесь потеряли, и здесь не компенсировали. То же самое, что с книгами, на самом деле. Там тоже, собственно, рынок физической дистрибуции упал, а интернет не вырос. И интернет не вырос, да. Ну, очень похоже, кстати говоря. Да, да, да. Интересно, ну вот кроме вот этих каналов, о которых мы говорим, ничего больше нет, да? Нет, телевидение. Телевидение. Телевизионные продажи. А там как? Ну, там, ну, это зависит, опять же, от успешности фильма в прокате, чем более он, или на фестивалях, да, зависит от того, если ты жанр и кино делал, чтобы, важным критерием для того, чтобы канал заплатил тебе большие деньги, является успешность в прокате. Если это авторское кино, то критерием является, чтобы он там получил какие-то призы. То есть любая регалия, она определяет стоимость, в итоге финальную стоимость, за которую тебя покупают телеканал. Покупают, вот если брать долю российских фильмов, например, у нас сейчас известно, что доля российских фильмов 14% за три квартала 2012 года, из того, что я смог найти из той публичной информации, которая доступна. То есть, в принципе, не такая уж и большая эта доля. Как вы думаете, в будущем, что будет происходить? Она будет расти, она будет падать, потому что у нас там окончательно съездит Голливуд. Ну, нет, она, думаю, что она плюс-минус пока будет держаться в этих же рамках, там, ну, пока нет предпосылок ни для ее падения, ни для ее сильного увеличения. То есть, скорее, здесь парадокс заключается в следующем. Ну, плюс-минус российское кино, оно держится в одном диапазоне. Большие колебания этого процента дает то, что вышел в этом году какой-нибудь суперамериканский влокбастер или не вышел. Понятно. Чем вышел бы сейчас там, условно говоря, «Пираты Карибского моря» 5, и была бы доля уже не 14, российская, а 12. Нет, были в этом году достойные блокбастеры американские фильмы, но не такие значимые, да? Все равно там под 100 миллионов пока не было там в этом году таких фильмов. А выйдет такой, там, «Аватар 2», и все, и доля русского фильма можно стараться-стараться. А потом бах, выйдет «Аватар», и как это? Георгий, вы сериалами не занимаетесь, да? У нас же сейчас в последнее время, как я вот так субъективно ощущаю, что есть бум сериалов, вот таких качественных, хороших, там, «Доктор Хаус» какой-нибудь там. Нет, значит, это не у нас, это у них. У них, да, да. У нас то же самое, только не очень качественное, по-моему, да? Ну, при этом... Ну, вы же наверняка знаете, что это за бизнес. Все об этом говорят, но... Нет, нет, телевизионный бизнес... Ну, механизмы телевизионного бизнеса нам, ну, как бы, заочно понятны, но мы не очень понимаем, как с этим механизмом, как бы, взаимодействовать, потому что там, в общем, не все... Ну, там, это та ситуация, в которой твой, там, продюсерский талант и твоя продюсерская интуиция не всегда влияют на результат. Ну, а вот если брать ниши какие-то, которые сейчас могут быть, могут казаться вам сейчас интересными, что это могло бы быть? Кино. Кино, да. Ну, ну... Сериалы и понятно. Ну, мы эти ниши... То есть, мы понимаем одно, что в любом случае надо, развиваясь и делая, там, как бы, определенные... Двигаясь в своем направлении, там, вот мы делаем комедии, все равно нужно оставлять, ну, как бы, один-два проекта, скажем, в экспериментальном для себя поле. То есть, попробовать с таким-то жанром, попробовать с такой-то темой. Мы это все, как бы, ищем. То есть, вот в этом году мы сделали одно кино, которое было для нас немножко экспериментальным, в следующем сделаем в другой теме. Пытаетесь нащупать вот какое-то, да? Да, но это... Что-то, что интересно. Да, да, потому что... Хорошо, Георгий, спасибо огромное. У нас программа заканчивается. Георгий Малков, генеральный продюсер компании Enjoy Movies, был сегодня вечером со мной. Георгий, спасибо еще раз огромное. Программа продолжит «Сухой остаток». Начнется сегодня в 18.00. Рынок недвижимости, текущая ситуация, прогнозы. Об этом будет говорить Олег Дмитриев в программе «Сухой остаток». А это была программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Я Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания.